Добрый день, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно» и мои ведущие Лена Андреева и Ларина Сукуева. В нашем шоу «Телеактивно» мы общаемся, используя слова, мимику и рисование. И все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. А еще это очень веселая и азартная игра. Итак, мы рады представить вам наших участников. И сегодня у нас играют рекламисты против колористов. Давайте знакомиться со специалистами рекламного отдела НВК «Саха» Анной Соломоновой, Дариной Давыдовой и Анной Заздравной. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады вас видеть в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду? Так, наша команда называется «Адреналин». «Адреналин». А девиз? А девиз у нас из веки, из момента максимум. А почему «Адреналин» и рекламный отдел НВК «Саха»? Потому что пришла весна, и как паранойя. Хочется каких-то новых ощущений, новых эмоций. Я вас понимаю, да. Руководитель рекламного отдела НВК «Саха» Анна Соломонова любит активный отдых и путешествия. Зимой она увлекается горными лыжами, а летом – сплавами по рекам Якутии. Семь лет занимается йогой и является сертифицированным тренером йоги. А недавно Анна получила корочку инструктора-проводника водного туризма. Так что этим летом ждет всех на водных маршрутах по Амге, Ботоме и Лене. Дарина Давыдова по специальности архитектор-дизайнер, поэтому сегодня на НВК «Саха» занимает должность не только ассистента начальника рекламного отдела, но и графического дизайнера. Большой баннер на фасаде здания якутского телевидения – это ее работа. И огромные растяжки у памятника Николая Кондакова также принадлежат руке Дарины. А еще она любит активный отдых, автопутешествия и пешие походы на природе. Анна Заздравных в свободное время катается на велосипеде и играет на гитаре. Любит, как сама признается, узнавать что-то новое. Поэтому давно хотела принять участие в нашей телевикторине, ведь она считает, что это некий тренинг по тимбилдингу. Прекрасный способ узнать сильные стороны, как свои, так и коллег. А теперь давайте поприветствуем людей, которые делают нас красивыми и яркими. Внимание у нас в студии Петр Йорк, Вера Максимова и Иван Борисов. Здравствуйте, ребята. Очень рада вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, представьтесь, как назвали команду и, возможно, девиз. Наша команда Бибишки. Наша девиз. Дэвэлс Экс Машина. Ага, почему вы так назвали свою команду и почему такой девиз? Просто пришло первое на ум. Это вот что-то, знаете, из олимпийских игр. Цитиус, Альтиус, Спортиус. Сначала первое пришло, потом, так как я филолог, проходили же латинский язык в университете. И Дэвэлс Экс Машина означает, что там в театральных представлениях в конце появляется бог из машины. Это как чудо спасения, да? И мы как бы это понимаем, что и чудо спасет нас в конце. Вы настроены на победу. Удача, да. Или на чудо. Или на чудо. Своё свободное время Пётр Йорк посвящает встречам с друзьями, прогулкам, рисованию и просмотру документальных фильмов. Нам, например, он настойчиво посоветовал посмотреть фильм про космос и зарождение Земли. А как колорист отметил, что в этом сезоне стильными оттенками волос считаются синевато-фиолетовые. Берём на заметку. Кстати, обращаться за сменой образа горожане стали намного чаще, причём не только женщины, но и мужчины. Не боятся измениться и детишки, а также дамы преклонного возраста, окрашивая волосы в цвета радуги. У Веры Максимовой свободное время занимает семья, муж и трое детей. Ещё она с удовольствием занимается уетизацией дома. Смотрит различные мастер-классы, где делится секретами создания декораторских вещиц для домашнего интерьера. Любит путешествия, причём любые, как длительные отпуска на заморские моря, так и внезапные поездки за горы. А ещё Вера – наша коллега. В недавнем прошлом была ведущей классной программы для молодёжи и подростков «Пропеллер». Эти времена вспоминает с ностальгией. Весь снежный сезон Иван Борисов проводит на горнолыжной трассе. С азартом катается на сноуборде. А весной и летом – на ипподроме вместе с лошадьми. Ненавидит сидеть на месте, постоянно в движении, постоянно узнаёт что-то новое. Поэтому с удовольствием согласился на авантюру принять участие в нашем шоу. А прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первым ход. И первым всегда у нас начинает команда «Красная». Для этого каждой команде сейчас мы зададим по три вопроса. И, внимание, все вопросы из курса школьной программы. А вопросы будут заданы рандомно по таким школьным предметам, как математика, русский язык, английский, история, даже биология. И поэтому вам придётся вспомнить всё, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя средней школы номер 29 города Якутска. Если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае вам будет предложено, капитанам, точнее, будет предложено кинуть наш кубик. И у кого цифра будет старше, тот, собственно, и станет командой «Красных» и, соответственно, начнёт игру первыми. Поскольку сегодня первым мы обозначили команду рекламистов, вопросы из школьной программы звучит для вас. Внимание на экран. Назовите, кому посвящена скульптура «Медный всадник». Пётр Первый. Да, скажу. С двух секунд не прошло. Пётр Первый. Ну, давайте сверимся, так это или нет, не будем гнать лошадей, как говорится. Петру Великому. Рекламисты заработали одно очко. Абсолютно верно. И вопросы из школьной программы теперь звучат для колористов. Внимание на экран. Объясните смысл пословицы. У него слово, слово подаёт костыль. Типа, помогает словом. Что ли? Так, и ваш вариант? Мы предполагаем, что оказывает помощь словом. Подаёт костыль. Ага, ну это хорошая версия. Давайте сверимся. Смысл пословицы. У него слово, слову подаёт костыль. У человека бедный словарный запас. А, слово, слово. Он с трудом выражает свои мысли. Так, второй вопрос звучит для команды рекламистов. Девушки, внимание на экран. Девушки, внимание на экран. Может, чтобы вот так взять? Да, чтобы не скользили в руках. Либо верёвочка, да? Да, чтобы не выпадали. Чтобы не выпадали, когда... Чтобы бежалось крепче. Чтобы из рук не выпадало. Чтобы из рук не выпадало, да. Мы принимаем ваш ответ, и давайте сверимся у учителя истории 29-й школы. Правильный ответ, чтобы с монет не срезали кусочки и не выплавливали из них новые монеты. Так, как они изготавливались из драгоценных металлов. Так, рекламисты пока заработали одно очко. Второй вопрос для колористов. Внимание на экран. В каком году началась первая русская революция? На ум приходит сразу какой год? 1917-1917. Это правильно ты это считаете? Может быть, да? Не помню историю. Какая-то революция была вообще, да? Октябрьская революция. А первая русская. В смысле, вообще в истории. Лена, как историк, наверняка уже знаешь правильный ответ. Ваш вариант? Давай. И ты говори. 1917-й. 1917-й год. Принимается ответ, сверимся. Давайте, учителя истории. Первая русская революция началась в 1905-м году. Пятый. И третий вопрос для девушек из рекламного отдела НВК САХА. Внимание на экран. Как называется временной интервал между каникулами? Между каникулами. Четверть. 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 Четверть, да? Четверть. Поэтому, наверное, вопрос такой интересный. Давайте сверимся. Правильный ответ. Четверть. Конечно. Так, и колористы, последний вопрос для вас. Внимание на экран. Какие два основных модальных глагола существуют в английском языке? Вопросы задаются рандомно. У нас режиссеры не выбирают, кому легче, а кому сложнее. Ну, надеюсь, так. Правильно, да? Правильный, неправильный глагол, там же есть, типа, наверное, так? Илья, я говорю, я знаю, кто-нибудь соскидит. Ду. Ду, дит. Модальный глагол. Четвертый, модальный. Не, у меня вообще нет. Ваш вариант какой? Ду, да? Ну, подождите. Что значит модальный? Дудит. Ну, давай, дудит. Ду, дит. Ответ принимается. Давайте узнаем правильный ответ. В английском языке существует два основных модальных глагола. Это can, уметь, и must, должен. На самом деле, да, все проще, чем мы думали. Can и must. Итак, получается, что сегодня в мини-викторине два очка заработали у нас девушки с рекламного отдела. Получается, вы становитесь командой красных, присаживайтесь на диванчик. Так, колористы, теперь у нас команда синих, присаживайтесь на синий диванчик. Ваши фишки, соответственно, по цвету красный и синий. Вопросы из школьной программы достались нашим героям непростые, но интересные, и хочется немного продолжить эту тему. Поэтому, Лена, я задам тебе вопрос. На сей раз из курса географии. Какая страна занимает целый материк? Австралия? Ты подглядывала, я на Австралию. Да, это Австралия. Итак, теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Агрофобия. Камней? Не знаю, что это такое. Агрофобия. От растений, наверное. Даже не знаю, затрудняюсь ответить. Агрофобия? Ну, агро, это получается сельское хозяйство, да? Или, может быть, высоты? Агрофобия, пауков, по-моему. Нет, арахнофобия, не пауков. Ваш вариант? Летать. Летать? А вы? Еще раз повторите слово. Чего боится человек, который страдает агрофобией? Блин, ну тут гадать только. Рыб, по-моему. Да, нет. Нет. Точно. Нет. Сколько звезд в Солнечной системе? Звезд? В нашей? Да. Девять. Ну, или, можно сказать, десять. Путон. Пута. Или как там называется? Планета непризнанная. Много. Там это девять галактик. Звезды. Ну, есть планеты, и там из них несколько звезд было, да? Вон так. Есть что ли? Ой, сейчас по телевизору это будут показывать. Звезд. Звезд много. Не знаю, не считанка, да? Эрхалап, посмотри. Сколько здесь? Много? Миллиарды? Много. Солнечная одна? А, солнечная одна. Солнце, солнце. Абсолютно, верно, да. Одна. Какая? Солнце. Как правильно пишется слово бюллетень? По буквам. Бюллетень. Б-И-Л-И-Бю-Л-У-ДВА-Л, по-моему. Б-Л-Л-Ю-Т-Е-Н. Мягкий знак? Б-Ю-Л-Е-Т-Е-Н. Б-Л-Л-Ю-Т-Е-Н. Б-Л-Л-Ю-Т-Е-Н. Мягкий знак. Б-Ю-ДВЕ-Л-Е-Т-Е-Н. Мягкий знак. Б-Ю-ДВА-Л-Е-Т-Е-Н. Мягкий знак. Кто написал Буратино? Не знаю. Буратино давно. Не Носов? Нет. Это русская названная сказка? Не знаю. О, даже не знаю. Буратино? Вот, я не знаю. С книжками очень дружу. Толстой. Который? Алексей. Согласен. А Пинокки написал Джанни Радари, по-моему. Когда в России отменили крепостное право? 1860 какой? 63-й в районе. В 1861 году. В 1861. А он прав. В 1861 году. Вот точно дату не могу сказать. А век? Век... Это 19-й век. Крепостное, так что будет. В 19-м веке? Нет. Можно, пожалуйста, я уйду? А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой и бросает кубик. Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразу с карточки, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда угадала слово или фразу. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисти карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. Все поняли правила игры. Итак, мы начинаем. Команда красных едает кубик первый. Таким образом определим, какое задание попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. И хочу вас предупредить, что если кубик покажет вам цифру 6, в этом случае свой вопрос будут задавать самые младшие эксперты нашей программы. Ученики первого А-класса школы номер 29 города Якутска. Это же участь ждет игроков и в том случае, если в конце нашей игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике, то игроки сразу выполняют два задания. Пантомима – это завершающая клетка нашего поля. И плюс нужно будет опять же ответить на вопрос наших младших экспертов игры. В любом случае на каждый ответ вам дается по 45 секунд. 5 секунд. Начинает у нас команда красных. Капитан команды, она кидайте кубик. В центр поля, пожалуйста. Сперва мы кидаем кубик. Таким образом узнаем, сколько шагов потенциально вы можете сделать. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Вам достается задание рисовать. Сейчас подходим к нашему столику, выбираем любую карточку, которая вам понравится, смотрим на желтый фон, не показываем своим игрокам. Я вам подскажу. Вот это, да? Нет. А, рисовать. Да, это нужно нарисовать. Карточка остается у меня. Время. Черепаха. Все. Буквально меньше 10 секунд. Как вы угадали, Анна? Похоже же на короб черепахи. Вон вы еще не успели нарисовать. Вы уже угадали. Видимо, опыт. Абсолютно верно. Так, торжественно двигайте на 5 шагов вперед свою красную фишку. Вот эту. Да, ваша красная фишка. Так, раз, два, три, четыре, пять. Первый ход сделан. Ура, поздравляю. Ура. Так, команда синих. Колористы кидайте кубик. Иван, капитан команды. Давайте тоже пожелаем удачи. Ш. Один. Почти шесть. Было так близко. Так, значит, вам тоже нужно будет рисовать. Подходите к нам, выбирайте карточку. Любую. Я предупреждаю, что задания могут попасться сложными и очень простыми. Тоже все рандомно. Как повезет. Смотрим на синий фон. И рисовать. Вот. Это нужно нарисовать. Как это рисовать? Вы сами выбрали эту карточку. Придется постараться. Время. Так, квадратик. Робот. Нет. Что это? Книга. Меню. 25 секунд остается. Как ты долго рисуешь. Так. Что это? Альбом. 10 секунд. Альбом для рисования. Фотоальбом. 5 секунд. И... Ну, это было невозможно. Сложное, да. Показ коллекции марок. О-о-о-о. Ну, мы почти дошли до марок. До альбома, да? Да, до альбома мы дошли. Альбом. Все верно, да, был. Если бы чуть-чуть больше времени. Но словосочетание сложное. Показ коллекции марок. Команда синих стоит на месте. Красные продолжаем игру. Кидайте кубик. Челепаха и Показ коллекции. Один. Это Пантомима, зеленый фон. Время. Два слова. Оля. Горы, палатка. Что это? Горы. Поверхность. Люк. Открытие. Горизонт. Я бы угадала. Поле. Облака. Нет. Что это? Машина. Гараж. 15 секунд. Люк какой-то, нет? Водитель едет под туннель? Не знаю. Люк. Что это? Крышка. Остается 5 секунд. Плохая дорога. Три, два, один. Правильно. Ответ какой-то, Арина. Подвесной мост. Пыталась как-то так. Но мост, по идее, можно было бы... Да, в принципе, хорошо вы показывать начали подвесной. Мост, который от мост. Да. Показывать. Я, кстати говоря, помню, что подобное задание досталось строителям. Помнишь? И они очень шикарно показали и сразу угадали. Так, команда синих продолжает игру. Голористы. И Вера кидает кубик. Ну, я вот как повезет, ладно? На шестерку, да, вы ориентируетесь? Нет, вообще просто. Четыре. Раз, два, три, четыре. Говорите. Вам досталось говорение. Время. Мою голову на работе. Включаю. Включаю. Воду. Вода из чего идет? Из-под крана. Ага. И он не работает. Не работает. Он как бы... Какой? Сломанный. Ого. Молодцы. Ну, Филу, конечно. Журналист. Вера, торжественно двигайте фишку синюю на четыре хода вперед. Раз, два, три, четыре. Отлично. Команда красных, давайте. Догоняем. Эндика Сахада. Четыре. Раз, два, три, четыре. Фантомима, зеленый фон. Время. Велосипед. Первое слово. Два слова. Два слова. Первое слово. Водный велосипед. Вода? Вода. Это что? А, это прилагательное, короче. Какой-то... Велосипедная дорожная. Велосипедная дорожка. А-а-а. 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 Велосипедная дорожка. Анна, двигайте свою фишку красного цвета на четыре шага вперед. Раз, два, три, четыре. Колористы нужно будет догонять. Кидайте. Петр. Петр. Ваша очередь. Кажется. Я видел игрушку. Пять. Раз, два, три. То же самое. То же самое задание. Время. Одно. Сколько слов? Одно. Ага. Ты? Нет. Раздетый. Не одетый. Некрасивый. Ты? Ты? Мужчина. Исчез фокусник, что ли? Иллюзионист. Ага. А, типа плащ сзади. Десять секунд, спрятался. А, человек без головы? Саденький без головы? Как вот он? Нет? Пять секунд. О, блин. Горбун. Ну, давай еще показать. Раз, один, ноль. Время. Время. О, как вот это? Невидимка. О, боже. А вы же могли бы показать с волосами. Кстати говоря. Невидимка. А, блин. Что? Сотрудники салона не догадались. Так, ваша фишка стоит на месте. Команда красных продолжает игру. Ана, кидайте кубик. Кидай. Четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. Так, синий фон и говорящий человечек. Нужно будет говорить. Время. Ага. Два слова. Первое прилагательное. Когда говорят ваши величины. Нет. Когда говорят комплименты, это что? Листь. Да. И какой? Не прекрасный, а какой? Изумительный. Ну, производное от вот этого слова, которое ты сказала. Листьевый. С приставкой. Какой? Прелестивый. Прелесть. Прелесть. Ну, короче, какой-то маленький ребенок, как называется? Совсем маленький. Кроха. Ну, совсем маленький, только родился. Зародыш. Ну, 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 это все по-другому назвали. Малыш. Новорожденный, да. Еще как? Ребенок. Один. Время. Прелестный малыш. Прелест, да? Да. Прелестный младенец. Прелестный младенец. Давайте кидайте кубик. Иван? Вы в игре? Хотите шестерку? Хочу. Что надо сделать? Ну, это удача. Шесть. Вы подгодали. Так, не смотрим на задание. Присаживайтесь на диванчик. Теперь свой вопрос, как я и обещала. Если кубик покажет цифру шесть, задают самые младшие эксперты нашей программы. Это ученики первого А-класса средней школы номер 29 города Якутска. Отвечает вся команда. Смотрим на экран. Это когда мама говорит, вставай, а он ленится, не хочет вставать. А когда мама на работу уходит, он все равно ложится. Он в этот момент может рисовать, лепить или что-то другое делать. Ну, можно попить молоко и сразу уснуть. А если не попить молоко, то можно не уснуть. Когда ты ночью спишь, но ты ходишь. И человек ходит во сне вот так, как зомби. Да, у меня один раз было, когда я переехала в новый дом. Человек, типа, смотрел долго мультики и не хочет спать. Ворочается в кровати, пытается заснуть, закрывает глаза. А, например, читал сказку и не хочет засыпать. Это когда ты лежишь с открытыми глазами, и тебе не хочется спать. Расстройство сна, когда человек не может спать. Отличник, наверняка отличник. Ваш ответ? Бессонница. Бессонница, абсолютно верно. Поздравляем. Так, торжественно двигайте вашу фишку. Ваша фишка синего цвета. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И команда синих вырвается вперед. Ура! Понравилось вам объяснение малышей? Да. Они будут, да, объяснять слова, и ваша задача угадать, о чем идет речь. Команды красные? Команда красных продолжает игру. Уберем. Четыре. Так, это мы говорим. Раз, два, три, четыре. Тоже говорить? Желтый фон. Время. Два слова говорить. Два слова. Первая прилагательная. Машина на чем ездит? За колеса? Нет. На дороге? Да. Дорожный? Дорожный? Да, ага. Дорожный звук. Второе слово. Конфетти, по-другому еще как. Из бумажки делают такое, как зигзаг. Ну, не из зигзага, а скрученное. Серпантин? Да. Какой? Теперь серпантин. Все. Молодцы. За 25 секунд вы справились. Дарина, двигайте фишку. На четыре шага вперед. Раз, два, три, четыре. До конца игры у вас осталось, напоминаю, всего два хода. Если вы, ваш кубик покажет цифру 6, в этом случае вы должны выполнить два задания. Пантомима, как финальная клетка нашего поля и, соответственно, ответить на вопрос наших малышей и первоклассников. А пока кидает кубик синяя команда. О, извините. Как получится. Ты куда? Выкидаю. Четыре. Раз, два, три. Рисовать, да. Рисовать. Давай, показ. Время. Так. Тут. Это планета? Нет, это... Солнечная. Нет, это IT. Солнечная система, да? Нет, нет, это IT. Говорить, Вера, не надо. Ммм. Угу. Ядро, что ли? Это молекулы? Усложнило. Путь какой-то. Нет, это... Так. Черная дыра. Остается пять секунд. Я даже не знаю, как показать. Три, два, один. Время. Я хотела, конечно, это театр. Ну, типа, знаешь, арена. Это типа зрители сидят, да? А, театр. Ну, вид сверху, да? Да, да, да. Ну, как бы, типа, вот, центр, ну... А что было? Театральное представление. Ну, я бы не смогла показать. Ну, я согласна, сложно изобразить театр. Да, да. Вот это надо было нарисовать. Короче, у меня, знаешь, такое... И вам как бы вы нарисовали? Как бы вы нарисовали? Ну, колонны бы нарисовал, что-нибудь такое. Театр Пушкина бы нарисовал. Да, кстати. А представление? Ну, там дальше догнать. Просто театр, с людьми, наверное. И там человек толстый. Ну, да, вот человек... Хорошо, хорошо было. Но времени все-таки мало, да? Для такого словосочетания. Да, это как будто бы очень сложно. Сложно, согласен, да. Не просто. Это не черепаха. В общем-то. Так, команда красных продолжает игру. Анна, кидайте наш кубик. Где у нас тут? Два, три, два. Да, вам нужно кинуть, чтобы было два, чтобы тогда вы не выполняли никаких дополнительных результатов. Лишнего. Да. Ну, четыре. Так что, пантомируем. Всегда везет. Время. Это что? Сковородка. Яичница. Яйца. Оладушки. Оладьи. Оладья. Оладьи. Да, Вера. Классно. Так, и внимание на экран. Второе задание. Свой вопрос задают первоклассники 29-й школы. Они объясняют слово или словосочетание, и ваша задача угадать, о чем речь. Это когда, эм, никогда не опаздывает, приходит вовремя человек, который воспитанный, нормальный и хороший. Он приходит на работу с утра и не опаздывает. Это девушкам помогает дверь, открывает стул, вот так делать. Он открывает двери девушкам. Это человек, который ухаживает за девочками. Когда он может помочь с чем-нибудь девочке, либо может подарить букет цветов, который уступает всем месту и помогает. Такой взрослый мужчина, который помогает женщинам и помогает другим людям, например, старушке. Когда какой-то человек очень воспитанный и с хорошими манерами. Это культурный человек. Это умный и воспитанный, с хорошими манерами мужчина. И который никому не грубит, не говорит маты. Девушки, ваш вариант? Джентльмен. Человек, который не говорит маты и никогда не опаздывает на работу. Действительно, это джентльмен. И таким образом победителем сегодняшней игры становится команда красных. Девушки из рекламного отдела национальной вещательной компании «Саха». Мы от души поздравляем вас. Честно говоря, мы, конечно же, болели за нашу команду. Не в обиду. И у нас есть небольшой приз для вас. И супер при сегодняшней игре – это фотосессия от крутого фотографа Марьяны Борисовой. Огромное спасибо вам за участие в нашей игре. Расскажите, пожалуйста, что было легким, что было смешным, веселым, может быть, наоборот, сложным. Колористы? Ну, были сложные словосочетания для рисования. Для рисования, да. Да, вот для, может быть, для говорения еще можно сделать. Театральное представление. Показ коллекции Мара. Мара, да, два таких словосочетания. Показ, как нарисовать показ. Слово показ. Нарисовать. А как показать? Как бы вы показали бы, Иван? Ну, подиум бы какой-то как-то бы пришел. Можно было бы нарисовать даже подиум, наверное. А как его нарисовать? Ну, тут же речь идет о коллекции. Да, там просто сама суть, целосочетание подразумевает много элементов. Да. Вот, и их, ну, не успеешь просто нарисовать. Ну, в этом и фишка нашей игры, чтобы словосочетания подались тоже непростыми. А что понравилось? Что было легким? Мне понравились школьники. Отличные ребята. Вы, кстати, еще не знаете, какие задания они давали предыдущим игрокам. Они пели песни на английском языке, которые не знают. Так что вам повезло. Ну, это здорово. Девушки, что вам понравилось, что менее понравилось в нашей игре? Что было сложным, что интересным? Эта игра показала, что мы сплоченная команда. В общем-то, было несложно, да? Ну, нам сопутствовала удача. Да, нам везло, нам сопутствовала удача. И поэтому, да, были легкие задания. Перед тем, как вот зайти в нашу студию, чего бы вы больше всего, может быть, боялись, вот беспокоило вас? Какое задание? Наверное, больше беспокоили вопросы с школьной программы. Потому что все-таки время прошло, и как бы не всегда это в голове держишь, и что-то забывается. Так жизнь устроена. Поэтому, наверное, больше всего боялись это, нежели объяснить. Модальные глаголы это было, да. Что это? Вы бы ответили на этот вопрос? Нет. Хотя, на самом деле, ответ на поверхности же, да? Ну да. Кэн Маст. Что было легким для вас в этой игре? Пантомима? Да. Самое легкое, наверное, пантомима. Пантомима. И объяснение словами. И объяснение словами, да? Да, объяснение, по-моему, легче. Ну, замечательно. Огромное спасибо вам еще раз за участие в нашей игре, дорогие друзья. Если вы хотите также принять участие в нашем шоу «Телеактивно», «Телеактивно» — это веселая, азартная игра, в которой вы развиваете коммуникативные навыки при помощи жестов, мимики, обогащаете свой словарный запас, а также демонстрируете свое умение рисовать. Если вы азартны, веселы, любите играть, учитесь в школе или уже работаете, собирайте свою команду и бегите к нам в студию на шоу «Телеактивно». Отправляйте все заявки на нашу электронную почту «Телеактивно» собачка.мейл.ру На этом мы с вами прощаемся. В студии для вас работала Лена Андреева и я Ларина Сукуева. Пока! Пока!